Субботник во вторник. Так жители назвали Всероссийский экологический марафон «Дни зелёных действий». Стартовала программа «Выстре» 15 июля и вот добралась до видного. Свой отклик акция нашла у многих жителей муниципалитета. Ведь место проведения уборки выбрано не случайно. Тарычевский пруд давно стал местом притяжения горожан. Мы уверены, что в следующем году, благодаря всем жителям, жителям ЖК «Зелёных аллей» в первую очередь, жителям прилегающих домов, мы сделаем очень хорошую точку притяжения, очень хорошее пространство, где можно будет гулять с семьями. И проект благоустройства местные жители одобрили. В экомарафоне приняло участие свыше ста человек. Среди них депутаты, сотрудники администрации и местные жители. Каждый смог внести вклад в общее дело – очистить место отдыха от мусора. Бытует действительно мнение, что субботник – это пережиток прошлого. Убираться сегодня должны дворники. Но мы здесь живем, этот наш дом, и дворники не мусорят, что самое интересное. Поэтому я всем хочу сегодня пожелать здесь, потрудиться во славу нашей территории. Прежде всего, убираться – это важно, так как все-таки мы живем тут не одни, за нами еще будут будущие поколения, которые не должны жить в том, что мы тут развели. Во время субботника участники могли внести свои предложения в народную программу «Единой России». Партия стала инициатором экологического марафона. Там есть анкета, которая может заполнить любой желающий и написать там то, что его волнует больше всего. Это не обязательно вопросы экологии, это и вопросы всей жизни, деятельности наших жителей. Это и образование, и здравоохранение, и благоустройство, и ЖКХ, и тарифы. Ну, все, что беспокоит на сегодняшний день. «Видное» – город-сад. Так до сих пор его называют местные жители. Но чтобы родная земля оставалась красивой, за ней необходимо ухаживать. Поэтому, узнав о субботнике, Юлия Апанова сразу решила принять в нем участие. Нас приучили родители. Мы все здесь посадили свое дерево. Было бы обидно, если город приходит в какой-то ненадлежащий вид. Своим оптимизмом, я думаю, что мы зажжем в сердцах наших видновчан, и все-таки они придут и тоже будут поддерживать вот эту чистоту. Сегодня в округе немало жителей интересуются вопросом экологии. Особое внимание приковано к предприятиям и промышленным зонам муниципалитета. Но и мусор в местах отдыха остается важной проблемой. Ведь со временем больше его часть попадает в воду. А значит, отравляет пруд. У нас постоянно планово ведется работа на территории городского округа. Закреплен отдельно выделенный инспектор. Так что при наличии экологических нарушений можно сообщать нам либо на электронную почту, либо в Добродел, либо в ЦУР для оперативных мер. Провести время с граблями в руках, как сходить в спортзал, полезно для здоровья. Но сегодня есть и такие люди, кто, услышав слово «субботник», начинает возмущаться. Я плачу налоги, а значит, заниматься этим должны специализированные службы. Но всем известно, что экология – это не про дворников. Экология – это про нас с вами. Александра Столярова, Александр Логинов. Видное ТВ.